Вы слушаете радио Болткома Это, ну, для студентов, это, может быть, время экзаменов, сессий, ну, начало лета Практики Практики всевозможные, да Ну, а для тех, кто заканчивает школу, конечно, это момент истины Опять-таки, это время после выпускных экзаменов, это время подготовки, подачи документов в вузы И невероятно волнительно не только сам выбор будущей профессии, но и на сами условия поступления Поскольку мало того, что вот в мире еще не закончилась пандемия, которая процесс обучения невероятно усложнила И это все стало в разы просто как бы и для преподавателей, и для студентов как бы неудобнее И добавилась еще одна проблема, о которой мы сегодня тоже будем говорить Проблема с тем, что из-за недоступности кредитования обучения Может быть, вот мы сейчас поговорим о том, сколько человек, это может даже измеряться сотнями Сотнями это измеряется По сообщению Латвийского объединения студентов, около 500 молодых людей не смогут поступить в вузы Из-за, как правильно заметил Олег, недостаточного финансирования со стороны государства Отметим, что как раз сегодня такое совпадение на заседании правительства Будет решаться вопрос о выделении дополнительного финансирования Ну, соответственно, решении вопроса Ну, я помню, когда я поступал Возможность была попасть либо на бюджет, либо взять кредит в каком-то банке Без никакого участия государства Просто идешь и одалживаешь деньги, потом возвращаешь их долгие годы И прекрасно помню, да, это жуткое волнение Я на пальцах одной руки, наверное, можно пересчитать разы Когда я настолько в своей жизни волновался Как вот после последнего вступительного экзамена Это был РТУ, инженерно-экономический факультет Математика, на которую я ходил на дополнительные занятия перед поступлением Ну, это действительно был момент истины Не иначе Ну, кстати, я тогда поступил на бюджет Мне повезло, у молодых людей ситуация другая И сейчас мы побеседуем о сложившейся проблеме с Элизой Далдер Руководителем социального направления Латвийского объединения студентов С Элизой мы договорились говорить каждый на своем языке Ну, потому что так всем удобнее Элиза, доброе утро Лабрейт Лабрейт Скажите, пожалуйста, на самом деле Какого количества молодых людей касается эта проблема недостаточного финансирования И примерно о какой сумме идет речь? Если раньше нужно было заручиться поддержкой двух, господи, когда по-русски сам вылечил Поручителей Поручителей, спасибо То сейчас хватает одного и большая сумма доступна Как тогда... Ну, наверняка у вас есть какая-то связь с представителями Министерства образования и руководства ВУЗа в том числе Ну, как могла сложиться ситуация, что государство знает о том, насколько востребованы эти кредиты, не доложила денег в эту копилочку? Ну, ну, да, да... Ну, ну, тем не менее, вы разговаривали с представителями Министерства образования, например, о необходимости дополнительного финансирования? Ну, ну, да... Ну, 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 šī problēma būs nedaudz arī attiecināma uz nākamajiem gadiem, bet, ļoti, ļoti minimāli, bet, tāpēc, ka arī šobrīd Finanša institūcija automs, arī, nu, tā tīri strādā arī pie tā, lai šo Finanšu instrumentu pilnveidot, un varbūt, tās arī piesaistītu kādas līdzekas no Eiropas fondiem. Līdz ar to, taisa систēmā ir perspektīvas, taču, šobrīd ir tikai gadiņš, ko šī sistēma ir sākusi darboties, un kaut kādas setcinājumas izdarīt par to, то, как и вреди, и иеробежи, и как самолидзий, то есть идиот, идиот, идиот. И, если нет, что-то, что-то финансирование из-то, это означает, что министрии может отметить конкретно студию макстераму, который тихо-нодушно с студией студией кредит. Это означает, что это рамы будет 6 тысяч евро, и это означает, что Не может студить такие студии, которые вели витадить в лесу, где прямые виды студии кредиты суммы, это 11 тысяч евро, или, например, у меня сидит 7-8 тысяч евро, это саскорбанно, а ризэйма и датами, как измакса каждый студии программа, Лидже от того, что в этом году мы все-таки издавались в шавенкайе. Но известно ли в Министерстве образования и Министерстве финансов об этой проблеме, которая возникла из Дениса Лилии, вы данных эту проблему, и как вы планируете решать вот эту действительно сложившуюся ситуацию? Министерство об этой проблеме. Националасапненības политича стебнографская льета центра vadīтāja Simāns Паранельси, я передаваясь шо-то, шо-то, финансоваясь пардолит, и пар шо лемс шоден Министерства кабинетам. Ja бувся ситуация, что финансоваясь нету пардолит, то есть ситуация, что мечет бурят, Продолжение следует... 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 В общем, в общем, отбалсты механизмами это не так, как в этой ситуации. Тебе будет, конечно, статус, чтобы ты, конечно, у кого-то претензировал. Да, мы погаши, когда акции студенты, изстрадали на депинативных программах студенты, бездарбникам. Но это успехи только тем, кто-то студенты, которые будут студенты, то есть, что-то, и дать к этому, как она вредит. Том, что ты уже стоит, и это будет иматрикулат. Но, если ты не веришься к студии макшу, то, например, ты не можешь отлить эту студию макшу, но тебя по-на-то, как ааугстскости не может с тобой, и везде не веришься в социализации введения, где вы будете отбалсти фондов. В полнометии мы уже говорили, что это будет рекомендовать. Продолжение следует... Погаидам, когда у нас власти нет, что у нас нет властьς, когда у нас нет власть. Власться устанавливается. Власться устанавливает. Власться устанавливается к паще, которые будут тезаповаться, как у нас, как у нас прежде, кто-то устанавливает граждану. — Трудно не согласиться. Огромное спасибо, Элис Далдера, руководите социальное направление Латвийского объединения студентов. Удачи вам, vel Hejsmav, и у нас черед Premier Министрия капельного пенечного запенциала. Юмслав Вилаги Лаймамо. Значит, прощаемся с Элизой. Желаем удачи в борьбе за государственное финансирование. Ну, речь действительно идет о серьезных вещах. И, Олег, я согласен с твоим вопросом, что делать молодым людям, если государство не может их поддержать в получении высшего образования. Только вот недавно мы говорили со специалистом как раз по подбору вузов. В общем-то, есть немало возможностей уехать в Европе и учиться бесплатно. Бесплатно. Бесплатно и сразу на английском языке или на немецком языке. То есть ты дву-трехязычен становишься, да с дипломом европейским тоже не всегда. Уровень латвийских вузов котируется у зарубежных работодателей. Конечно, не все смотрят в диплом, но тем не менее. Ну, все-таки, конечно, понятно, что там тоже свои подводные камни. Необходимо где-то тогда снимать угол, если не обеспечат жильем в общежитии. То есть какие-то могут быть там все-таки проблемы. Но, с другой стороны, это открывает и больше возможностей. Ну, будем откровенны, 160 тысяч. Это смехотворная сумма в рамках доступного финансирования. В общем-то, я считаю, можно нас крести как-нибудь худо-бедным по сусекам. И 500 молодых людей, юноши, девушек смогут сесть за партой и продолжить обучение. Ну, это было бы правильно, на мой взгляд. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я вот очень не вовремя, но понял, что за меня принятие. Вот скажите, господин Тека, вот есть какой-то предел тактичности и порядочности? Вот ваш ведущий, да, он который раз позволяет себе. Вот когда-то мы все умрем. Вы и я все умрем. И вот в день, когда, допустим, вы умрете, какой-то супер-ведущий, вот таким мышлением, как у Шунина, скажет, какой урожайный год. Нет, ну это, простите, но не будем переходить на личности. И когда по поводу Слава Сэ, он там тоже выразился, что все знают, что умер человек. Все знают, не будем мы, что значит не будем. Но человек при себе такого самомнения, такой пижон, что просто... Но давайте не будем переходить на личности все-таки. Спасибо за комплименты и хорошего вам дня. Да, мы вряд ли, как мы сейчас перешли опять на печальные эти все события с смертью Владимира Меньшова и Рафаэла Карра и многих других там известных людей, которых вчера не стало. — Кстати, информация обо всем этом есть на портале MixNews.lv довольно подробная. И я так понимаю, скоро действительно появится вот эта ретроспектива, посвященная Меньшову, да? — Да, появится подборка. — Я с удовольствием почитаю и посмотрю. — Тем более, что я сам удивился, вот какие у него были совершенно разные роли. Ну, все, конечно, помнят Жукова в «Ликвидации», помнят в «Ночном дозоре» его светлого мага Гессера. Но есть много очень интересных таких ролей, где он еще совсем молодой. И я думаю, что многие эти фильмы можно вспомнить, пересмотреть. — Я совсем молодого, признаться, не помню. Но какой замечательный камел. Вот, казалось бы, мелочь, но насколько сдает тон «Любовь и голуби», я имею в виду, выходы с объявлениями. — Да, вот в кадрилле. Или, например, в фильме «Куколка» у него такая была очень небольшая роль. Он играл тренера, там речь шла про девочку, спортивную гимнастку, которая из-за травмы вынуждена вернуться к обычной жизни. То есть вот она только-только была в «Зените славы», ездила по всевозможным соревнованиям, и вдруг из-за этой травмы она должна вернуться за школьную парту в девятый класс. И он играет ее тренера, который достаточно жестко, цинично. Мы понимаем, что для него это как бы, ну вот, он уже ее списал со счетов, но пытается ее успокоить. Ну, все, там годик пропустишь, потом наверстаешь. И вот мы видим по его глазам буквально, что он уже вот, ну, как бы ищет уже следующих девочек. Ему это, в принципе, уже спортсменка не нужна. Вот такие какие-то вот, ну, маленькие, но очень яркие роли. И, конечно, говорят они о великолепном его актерском таланте. Настало время объявить очередную паузу у нас и, может быть, анонсировать гостей? Да, наверное, стоит упомянуть, что у нас в следующем часе будет певица и пианистка Катрина Гупола и Андрей Осокин, пианист и организатор фестиваля «Свободы», который вот буквально начнется на этой неделе. А после этого мы поговорим о финансах. Артур Костин, руководитель финансовой платформы «Алтера». Мы поговорим о потребительских кредитах. Что делать, если вот вы набрали слишком много кредитов или там, наоборот, никогда не брали кредит? Не знаю, что делать. И как это хорошо перекликается с темой, которую только что закончили студенчество, которому тоже нужны деньги иногда в виде кредитов. Итак, оставайтесь с нами. Через несколько минут мы вернемся.